Погода дождливая, тент просто необходим. А вот поперечные бруски надо было снять давно. Они нужны были, когда бассейн был пустой и сыграли свою важную роль. Теперь только тент растягивают. Теперь о деформациях конструкции. Поперечный размер от угла до угла 3 метра 4 сантиметра. Ровно посередине размер увеличился до 3 метров 18 сантиметров. То есть каждая сторона ушла на 7 сантиметров. В общем-то не так уж и страшно, но переделывать буду обязательно. Срезать трубу и наваривать толстый уголок. Короткие стороны не замерял, там меньше прогнуло. Попался один дефектный лист фанеры. Пока один. Остальные ведут себя под нагрузкой достойных. Отстойник с гордым названием Леруа не дает себя забыть. Спасибо, незаменимый Мерлен. В конце сезона более внимательно обследую всю конструкцию. Теперь к делу. Приготовил материал для фильтра. Кусок синтепона. Насос тоже есть в наличии, правда несколько лет не использовался. Проверил, запустился с первого раза. Производительность в два раза меньше, чем у бешеного гнома. А нам много и ни к чему. За три часа должен пропустить через себя весь объем воды. А вода грязная. Большая часть железа осела на дне. Но все равно вода мутная. Замерил температуру воды. Не фонтан. Может еще прогреется, когда солнышко выйдет. Фильтр изобразил из пластикового ведра с проломленным дном. Опустил насос в воду. Фильтр подвесил на брусок. Разнес их метра на три. В первый день система проработала чуть более трех часов. Вода стала заметно чище, прозрачнее. И стало видно, что основная масса у кислых железа осела на дне. И ее насосом не достать. Просто так не достать. Взял длинную жлыгу с набалдашником из тряпки и взбаламутил в воду, как мог и где мог. Насос и фильтр разнес подальше друг от друга и включил систему на целый день. К вечеру часть терки слов снова осела на дне. Но воду фильтр почистил основательно. Вода стала прозрачной. Работает фильтр. Можно использовать для очистки больших объемов воды. Осталось только придумать, как убрать слой окислов со дна. Ну, надо попробовать подвесить насос на длинную штангу, типа длинные удочки, и пройтись им по всему дну. Поплывок добавить, чтобы он был легким, слегка затонувшим. Вот в следующий раз этим и займусь. Напоследок померил температуру воды. Ни на градус не изменилось. Я все же решил окунуться. Но окружающие осторожно спросили меня про мое завещание. Живописно описали, как выглядит бройлерный цыпленок после того, как его вынули из морозилки. Синий и скрюченный. Ну, и я отказался от своей затеи. Очень жаль. Продолжение следует...